В прямом эфире программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Здравствуйте. И коротко о главном. Юридическая неразбериха. На Усть-Абаканскую птицефабрику наведались судебные приставы. Выяснилось, что таких предприятия два. Вместо прибыли – тюремное заключение. Следователи нашли владельца подпольного швейного цеха в Абакане. Любимый Евгений Онегин. В день рождения Пушкина поклонники вспоминают самый известный роман в стихах. В надежде решить наболевшие проблемы, приехали сегодня в Абакан жители разных городов и районов республики. Люди пришли на прием к главе Хакасии. Какие вопросы задавались властями и каков результат? В нашем следующем материале. Ирина Киспорова приехала из Бескомжи Аскизского района. В семье четверо детей. Супруги не работают. Просто негде. Стать на учет в службе занятости сложно. Ближайшая в Аскизе. На то, чтобы ездить туда и обратно, отмечаться, денег потребуется больше, чем само пособие по безработице. В госкомитете вопрос трудоустройства супругов уже рассматривают. Первым делом нужна работа мужа Ирины. Единственный вариант – временная занятость. Зарплата небольшая, но все же. Примерно 6 370. Это минимальный размер оплаты труда, плюс еще материальная помощь от службы занятости. Еще одна наболевшая для жителей таежного села проблема – вода. Старая. Это колонка. Ее уже много лет. Поэтому нам в данный момент негде воду брать. Приходится черпать дождевую из котлована. В правительстве о проблеме знают. В прошлом году уже определили место для бурения скважин. Одна будет рядом с домом Ирины, вторая – на другом конце села. Виктор Зимин дал поручение взять ситуацию под особый контроль. В течение июня обе скважины будут сделаны. Ну, эти сроки. Месяц, да? Месяц? В июне, да? Район подтверждает. Виктор Зимин пообещал в конце лета лично посетить Бескомжу и проверить качество водоснабжения. Кроме Ирины на приеме к губернатору Ольга Сергеева из Абакана. В феврале у семьи сгорел дом. Остались только стены. Сегодня супруги с двумя маленькими детьми вынуждены жить у знакомых. Зарплата мужа и пособия по уходу за ребенком, которое получает Ольга, на восстановление дома не хватит. Средствами друзей и родственников Сергеевы весной перекрыли кровлю, пол. Больше ремонт делать не на что. Ольга была вынуждена обратиться к приемную президента. Мне ничего не скажут. Сколько все-таки? Ну, больше, чем полмиллиона. Губернатор пообещал не оставлять погорельцев в беде. Из резервного бюджета будут выделены деньги. Давайте попробуем хотя бы. 200 тысяч выделим? Есть выделено. Оговариваемся? Хорошо. Если осень у вас еще будет что-то не получаться, придете еще. Результат более чем удовлетворительный. Я ожидала меньшего. На первый этаж хватит. Их достаточно будет. Елена Крылова, Наталья Гармашова, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. Вопрос строительства музейного комплекса в Хакасии обсудили в Государственной Думе. Решение принято положительное. Первые 300 миллионов рублей федеральный центр направит в нашу республику уже в текущем году. Для этого федералам пришлось внести изменения в государственный бюджет страны. Дополнительно 600 миллионов на свои расходы получило Министерство культуры России. Половина из них для музея в Хакасии. Властям республики осталось подписать соглашение. С Минкультуры России деньги будут перечислены. Напомним, в июне прошлого года главе республики Виктору Зимину удалось добиться увеличения федеральной доли софинансирования проекта. Стоимость музея – полтора миллиарда рублей. По предварительным подсчетам федералы возьмут на себя 900 миллионов. Со своей стороны Хакасия уже выделила 100 миллионов на начало работ. На пост главы республики появился еще один претендент. Своего кандидата утвердила партия Патриоты России. На должность председателя правительства Хакасии будет претендовать Владимир Быков. Мы уже рассказывали, что ранее о намерении участвовать в сентябрьских выборах заявили временно исполняющий обязанности главы Виктор Зимин, коммунист Игорь Чунчель и кандидат от ЛДПР Виктор Соболев. Оказывается, на территории Хакасии есть две устьябаканские птицефабрики. Одна из них работает и развивается, другая на стадии банкротства с долгами более 5 миллионов рублей. Юридические адреса у предприятий разные, фактически один. По нему сегодня приехали судебные приставы, чтобы арестовать имущество. Репортаж Олеся Калиниченко. Людей в форме директор действующей устьябаканской птицефабрики встречает абсолютно спокойно. Его предприятие зарегистрировано в марте этого года и пока никому ничего не должно. Собственники находятся в городе Кемерово и директор. А мы только занимаемся реализацией. Совершенно верно. И вы ко мне пришли, как вообще к другому предприятию, вообще абсолютно не имеющему к старому предприятию. Никакого отношения. Предприятие «Должник» зарегистрировано на территории Кемерово. Там же находится все руководство и бухгалтерия. Взыскивать деньги с таких предпринимателей весьма проблематично. Сегодня на территории устьябаканской птицефабрики нет единого собственника. Оборудование принадлежит одним лицам, курице другим, здание третьим. Действующий директор работает на условиях аренды. Задача приставов – выявить и арестовать то, что принадлежит должнику. С 2011 года ведется исполнительное производство. На сегодняшний день оно сводное. Так, взыскателей довольно-таки много. Ранее судебные приставы исполнителя устьябаканского районного отдела судебных приставов наложили арест на имущество должника на сумму около 4 миллионов. На сегодняшний день также выявляем имущество на данной территории, которое принадлежит должнику. Соответственно, накладываем на него арест. Сегодня в поле зрения приставов попали несколько заброшенных производственных помещений и хозяйственная техника. Если кемеровский должник не рассчитается с налоговой, пенсионным фондом и юрлицами, имущество будет оценено и передано на реализацию. Но распродажа арестованного добра новое руководство предприятия не боится. Те на сегодняшний день арестованные объекты, которые находятся в собственности его птицевод, на производственно-финансовую деятельность нового предприятия никак не повлияют. Коллектив работает стабильно. Ведем реконструкцию птицефабрики, производственные цеха, выплачены все долги по старому предприятию по заработной плате. Сегодня устьябаканская птицефабрика производит 170 тысяч яиц в сутки. Товар на складе не задерживается. Зарплата работникам выплачивается. На очередного нового директора старый коллектив возлагает большие надежды. Просто с душой сейчас идешь на работу. Действительно, выплатилась заработная плата всем сотрудникам. Поэтому я считаю, что с ним легко работать и я думаю, что все будет в дальнейшем хорошо. На проходной птицефабрике объявление о наборе сотрудников. Руководство планирует расширять и наращивать производство. А долгами уволившихся людей будут заниматься только приставы. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Следователи устанавливают причины смерти пятимесячного малыша. Трагедия случилась в селе Базандаеха Багратского района. Мальчик родился здоровым в благополучной семье, в которой воспитывается еще двое детей. Вечером мать покормила ребенка, уложила спать и ушла в другую комнату. Через несколько часов женщина обнаружила, что малыш не дышит. Сейчас проводится медицинская экспертиза. Следователи не исключают, что ребенок умер от асфиксии. Возможно, мальчик перевернулся во сне и задохнулся. По информации Следственного комитета, с начала года в Хакасии умерло 12 детей в возрасте до года. В девяти случаях причиной смерти стала патология здоровья. Один ребенок был убит матерью в подсинем. Еще по одному случаю, когда в конце мая в Черногорском роддоме умер новорожденный. Проверка продолжается. Сегодня Саиногорский городской суд признал виновным водителя автобуса, который в мае прошлого года совершил ДТП в поселке Майна. Напомним, в районе центральной остановки водитель Пазика нарушил правила дорожного движения и не пропустил внедорожник, ехавший по главной дороге. В результате столкновения автобус несколько раз перевернулся и насмерть придавил выпавшую из окна пассажирку. Позже в больнице от полученных травм скончались еще два человека. Внедорожник Митсубиши от удара выкинуло в огороды. Всего в результате аварии пострадали более 20 человек. В ходе следствия было установлено, что в пассажирском автобусе отказали тормоза. К тому же данный транспорт вообще не должен был заезжать в Майна. Маршрут был нарушен. Водитель свою вину признал полностью. Мужчину осудили на два года и девять месяцев в колонии общего режима с лишением права управлять автотранспортом на два года. На организатора нелегального швейного производства в Абакане возбудили уголовное дело. Мы рассказывали, что месяц назад в кафе по улице Катаново оперативники провели проверку. В подвале заведения обнаружили швейный цех, где работали всего две женщины. Жительницы Киргизии с просроченными миграционными картами и без разрешения на трудовую деятельность в России. Тут же еще без бирок лежал многочисленный товар. Платье, туники и халаты различных размеров и расцветок. Недалеко в коробке рулоны с наклейками от производителей из Москвы и Новосибирска. Полицейские установили, цех никакого отношения к кафе не имеет. Организатор незаконной деятельности – жительница Абакана, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель в Красноярске. По предварительной версии она арендовала помещение в декабре 2012 года и привлекла для работы иностранцев. Продать изготовленную одежду не успели. Оперативники изъяли около 400 изделий. Дознаватель полиции города Абакана возбудила уголовное дело в отношении 44-летней жительницы города Абакана за организацию незаконной миграции. Максимальная санкция данной статьи – штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. Поздравления с профессиональным праздником принимали сегодня люди, чья профессия – быть рядом с теми, кто нуждается в помощи. Лучшие представители отрасли получили награды и благодарственные письма. Награждение прошло в канун Дня социального работника, который будет отмечаться 8 июня. Рассказывает Наталья Гармашова. Современная система соцзащиты существенно отличается от той, что была на этапе ее основания – 300 лет назад. Но главное осталось неизменным – это поддержка престарелых, инвалидов, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня Управление соцподдержки населения существует во всех 13 муниципалитетах Акасии. В этой сфере трудится более 2000 человек. По словам специалистов, все подопечные давно стали родными. У каждого, конечно, свои вопросы, но к каждому идешь на... Ну, к каждому имеешь подход. Галина Аданакова, Наталья Голощапова и еще 8 коллег из городов и районов удостоены первых мест в конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания в республике». Каждый в своей номинации. Всем временно исполняющий обязанности главы республики включил благодарственные письма и Кубки победителей, а также премии в размере 50 тысяч рублей. Это доброе дело. Не ожидала просто. Это заслуга всего моего коллектива, который меня, во-первых, выдвинули на эту номинацию. Кроме того, в рамках праздничной встречи Виктор Зимин вручил медаль. Продавая доблесть Акасии, три специалиста удостоены звания «Заслуженный работник соцзащиты населения республики». Всех губернатор поблагодарил за отличную работу. Поздравляю вас с праздником. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло, любовь и забота. Счастья, здоровья, благополучия вам и ваших близких. Не забыл Виктор Зимин и о других приятных перспективах, которые ждут соцработников. Так, в этом году два раза, с июля и октября, будет увеличена зарплата в общей сложности на 43 с лишним процента. В результате средний размер ее в Хакасии составит 12,5 тысяч рублей. Особое внимание Виктор Зимин уделил многодетным семьям. В Хакасии их сегодня около 6 тысяч, среди них немало приемных. Виктор Зимин дал поручение подготовить нормативные акты, которые обеспечат дополнительную поддержку такой категории населения. «Позволят приравнять меры социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с теми мерами поддержки, которые у нас получают многодетные семьи. Это ежемесячные, ежегодные денежные выплаты и компенсации. Прошу выполнять». Также Виктор Зимин оценил творческие работы и фотографии, которые были представлены на выставке в пансионате. Авторы произведений искусства, специалисты сферы соцзащиты и их подопечные. Наталья Громышова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Сегодня почитатели творчества Александра Сергеевича Пушкина отметили день рождения любимого писателя и поэта. В столице Хакасии открылся литературный бульвар. Он прошел у памятника классику. Подобное празднование уже стало традицией. Однако в этом году бульвар посвящен, в частности, роману в стихах Евгения Онегин. Он был впервые издан ровно 180 лет назад. Гости праздника цитировали строки из любимого произведения, обыгрывали сцены из него. Роману даже посвятили целую выставку. Также в праздничной программе были конкурс чтецов, рисунки на асфальте, а для самых маленьких – подвижные игры. День рождения Александра Пушкина отмечают во многих регионах России. В Абакане с концертом выступит Пелагея. Вместе с музыкантами своей группы она представит новую программу «Вишневый сад». Премьера состоялась в прошлом году в Москве. Новые любимые песни, эксклюзивные костюмы и декорации, сценография и, конечно, завораживающий голос Пелагеи – все это выстроилось в музыкальную постановку, художественным и сценическим фоном которой стала пьеса Антона Чехова «Вишневый сад». Сами музыканты говорят, что не собираются читать морали со сцены. Их задача – дать очередной заряд позитива и гордости за нашу культуру. Концерт состоится 20 июня в Драмтеатре. И на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции «Вести Хакасия» 22-72-82. Мы ждем ваших звонков. Хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok